Аляска, сэр и отпуск за свой счет и не могли ее знаменитой. Не меньшую популярность ей подарил брак с красавцем-актером Игорем Костолевским. В итоге эти отношения, к сожалению, не принесли ей счастья. Родилась Елена в столице, в семье интеллигентов, но к творчеству они отношения не имели. Отец был ученым, а мама переводчицей. Свой талант Романова унаследовала от бабушки, которая была актрисой. С детства мама обучала девочку английскому языку, и школа тоже была лингвистическая, элитная. Вот только там был театральный кружок, и это испортило все планы родителей относительно ее карьеры. После школы Лена подает документы в четыре вуза и во все проходит. В итоге останавливает свой выбор на Щукинском училище. Интересно, что диплом переводчицы она все-таки получает, чем очень радует свою маму. Она параллельно училась на Заочном. В общем, упорство девушке было не занимать. После учебы Романову берут в театр сатиры, а через четыре года она первый раз появляется в кино. Это была лента «И снова с вами я», и в этом же году ее приглашают в картину «Отпуск за свой счет». Именно она сделала ее не только популярной, но и изменила всю судьбу. Именно здесь она знакомится с Игорем Костолевским. И любовь, которую они играли на сцене, переросла в реальную жизнь. Целых три месяца длились съемки, и все это время пара была неразлучна. Мужчина был старше на десять лет, вел себя очень внимательно и заботливо. Елена сильно его полюбила. В итоге они женятся, и она переходит работать в театр имени Маяковского, где на то время трудится Игорь. Все казалось настоящей сказкой. Любимый муж, прекрасная работа, а вскоре она узнает, что беременна. Это, конечно, была радостная новость, а вот только беременность протекала очень тяжело. Была угроза выкидыша, и женщине пришлось уйти из театра. Когда родился сын, варианта вернуться не было тоже. Леша рос болезненным мальчиком и требовал постоянного ухода. У него была осложненная астма, и каждый год мама с сыном проводили на море почти все лето. А вот Костолевский заскучал. Женщине начали звонить любовницы, то одна, то другая. Некоторые и вовсе присылали по почте откровенные фото. Но она не верила. До последнего не верила в его предательство. В 90-х годах Алексей подрос и Романова смогла вернуться к работе. Ее сразу же позвали в несколько фильмов, а вскоре пришло время сериалов, и ее типаж оказался очень востребованным. Если в карьере все наладилось, то личная жизнь трещала по швам. С Костолевским были постоянные скандалы. Свои интимные сцены в фильмах он не считал чем-то особенным. А вот когда жене пришлось играть любовь с другим актером, он устроил грандиозный скандал. Отстранился, а вскоре вообще представил поклонникам свою любовницу, французскую актрису Консуэлло де Авиланд. Романова уже давно подозревала, что Игорь юлит и пытается скинуть всю вину в разрыве на нее. И это наконец подтвердилось. Вот только сердце ее осталось разбитым на всю жизнь. В мужчинах она разочаровалась, и даже говорят, это немного отразилось на ее психике. Но разошлись они мирно, не было никаких скандалов. Сын, который видел, что чувствует мать, которую бросили и предали, перестал общаться с отцом. Лена постоянно уговаривала его простить папу, хотя сама и не могла этого сделать. Сейчас актрисе уже 62 года, на телевидении она не появляется. В отделе кадров театра имени Маяковского подтвердили, что женщина в труппе официально числится и получает зарплату. Вот только в спектаклях она уже лет 15-20 не играет. Алексей окончил МГИМО и уехал в Голливуд учиться на режиссера, а там прочел Евангелие, и это в корне изменило его жизнь. Он вернулся в Россию и сейчас часто выходит на улицы проповедовать. Игорь Костолевский утверждает, что парень, цитата, «лежал в психиатрической клинике», состоит на учете в ПНД, но мать не дает его лечить. Она, к сожалению, сама нездоровый человек и считает, что все у них хорошо. В чем она нездорова и какой у бывшей актрисы диагноз, мужчина не уточняет. Если вы помните и любите эту прекрасную и талантливую актрису, жизнь которой сложилась так трагически, ставьте лайк. Не забывайте подписываться, а также жмите на колокольчик. Удачи!